Всех приветствую! Сегодня у меня очередной обзор уже знакомого, в том числе вам аромата, если вы смотрите мой канал, но я наконец-то получила остаток в флакончике. И вот моя посылочка. Я заказывала ароматы в Екатеринбурге, в магазин Бансика. Вот моя посылочка. Сегодня речь, на самом деле, я уже не буду скрывать, пойдет о марке Зоологист. И это аромат, который мне в итоге, который заказывала от Ливантик, но он мне понравился на самом деле больше всех. Может, потому что я не имею в своем... Это мне что-то положили в подарок. Ароматическую свечку. Лимон и вербена. Да, пахнет лимоном и вербеной. Спасибо большое! И речь пойдет о аромате верблюд Camel. Хотя, как оказалось, на самом деле в моей коллекции есть аромат с сахапруктами, и это оказывается... Подробно, видимо, не изучала. А это, на самом деле, табак и ваниль от Том Форда. Оказывается, тоже содержит ноту с сухофруктов. И вот мой верблюд. Вот так вот флакончик открывается. Коробочка на магнитиках. И вот так. И здесь вот такой вот флакончик. Очень мне нравятся флаконы и оформления у этого марки. И вот тут, как всегда, на коробочке описаны ноты и сказ. В верхних нотах сухофрукты, ладан, финики и роза. Ноты сердца. Амбра, кедр, корица, ладан, жасмин, мира и апельсиновый цвет. И базовые ноты. Цвет, мускус, ут, сандал, бобы тонко, ваниль и ветивер. И если говорить про историю, которая здесь написана. В походе по неуловимой пустыне отправная точка и пункт назначения неотличимы друг от друга. Дюны терракотового цвета извиваются и корчатся. Их формы постоянно меняются. Только беспощадному солнцу и отчужденным созвездиям можно доверять, чтобы они указывали путь. Отягощенный сокровищами, некоторые из которых соблазняют глаз своими сверкающим блеском, другие соблазняют вкусовые рецепторы экзотическими ароматами, верблюд бредет к далекому рынку. Вода пока лишь сон. Вкус сладкого восходит к далекому воспоминанию. Нет ничего, кроме бесконечного океана песка. Залогист верблюд с прекрасным ароматом розы и сочных сухофруктов, приправленных жасмином, присоединяется соблазнительная смесь ладана, миры, амбры и корицы. Вскоре встречается с анималистическими мускусами и аутентичным удом. Они окружают вас богатым гобеленом. Этот чувственный караван ароматов уносит вас, чтобы сопровождать верблюда в его толком, одиноком путешествии по нестареющей пустыне. Парфюмер здесь у нас Кристиан Карбонелл. Кстати, вот если вам интересно, то именно данный парфюмер причастен к созданию такого аромата, как Эрбапура от Ксирджов. Я, конечно, Эрбапуру не люблю, для меня это слишком яркий, слишком мускусный аромат, но вот верблюд пока среди залогистов стал моим любимчиком. Он так приятно, сладостно стартует. Так, нанесем. На коже аромат стартует сухофруктами. Прямо сухофрукты, вот прям реально ощущаешь сухофрукты и финики. У меня есть небольшой отливантик, который мне предоставляли с прошлой покупкой, поэтому я могу немножко побольше рассказать о раскрытии данного аромата. Наверное, часа через три появляется такая легкая шерстка, но она, знаете, такая деликатная и приятная. Нутов сухофруктов на мой нос звучит, кстати, на протяжении всей жизни данного аромата. Я считаю, что данный аромат на самом деле довольно универсален и, в принципе, его можно спокойно надеть в люди. Как я знаю, у зоологистов все-таки есть некоторые ароматы, которые не всегда можно надеть вообще на место. Я пока с такими не сталкивалась. Ну вот этот аромат спокойно можно надеть в люди, он точно никого не будет шокировать каким-нибудь странным звучанием. Ну вот для меня на старте это вот сухофрукты, потом он становится таким более уютным, более теплым. Это, наверное, амбра дает о себе знать. Действительно, аромат относится, на мой взгляд, к восточным. Причем я бы не сказала, что он слишком сладкий, то есть я бы не отнесла его прям к таким попослепательным ароматам. Такая приятная мягкая сладость. Я считаю, что это очень красивый аромат. Наверное, из моих флакончиков, пока верблюд я ставлю на первое место, на втором месте у меня бивер или бобер. А на третьем месте, тогда и последний из имеющихся моих ароматов, это летучая мышь. На самом деле, мне очень хочется еще попробовать у зологиста корову, пчелу, хамелеона, панду, кальмара. Очень интересные у него, на самом деле, ароматы. Ну вот прямо для меня сухофрукты и финики. Очень красиво. Ну, на этом я, наверное, закончу свой обзор верблюда от марки Зоологист Портфю. Кстати, это экстракт. Так же, как и мышь, летучая мышь. А вот бобер у меня в парфюмированной воде. Но он, мне кажется, не менее стойкий. Ой, сухофрукты и финики все больше у меня. Такой теплый, пряный аромат. Пряность здесь такая... Наверное, вот корица, может быть, ей придает такую некую пряность. Очень рекомендую, на самом деле, к знакомству. На этом я хочу завершить свой обзор. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...